Я остановился, загрузил блог, смонтировал влог, всё успел сделать, и на это ушло всего лишь 20 минут. Но до этого 2 часа я быстрее-быстрее стримить, стримить, поиграть, снять контент, а я мог просто стоп, посмотреть на свою жизнь, раз-раз-раз-раз, накинуть мысли, и быстро всё сделал. Я, наверное, так больше буду использовать эту фишку, на самом деле. И, знаете, ещё приятно то, что сейчас я как бы нахожусь один, и я уже снял, наверное, 5 или 6 роликов. Но я часто был один, но не делал этого. А почему? Потому что я думал, что, блин, да потом, да в следующий раз, ну, блин, тут давай идёт, будет мешать, ещё что-то. На самом деле это просто отговорки, это просто больная голова, как говорится. Но мне нравится, мне нравится, что, наконец-таки, спустя много-много лет я начинаю снимать, и снимаю постоянно. И, знаете, самый парадокс блогинга, чтобы стать хорошим блогером, надо просто практиковаться, надо просто практиковаться. Наверное, это, блин, такая фишка в любом деле. Если ты не практикуешься, сколько я не смотрел этих псевдо-крутых, успешных, мега-крутецких блогеров, толку от этого абсолютно никакого. Когда ты берёшь камеру и начинаешь снимать, начинаешь привыкать к этой камере, или просто к своему, так сказать, лицу что-то там рассказываешь, какую-то бредню вот эту несёшь, тогда и идёт результат. Но когда ты смотришь этих блогеров, они только навязывают тебе говно-услуги, либо говно-камеры, которые, блин, абсолютно тебе не нужны, потому что под твою жизнь нужна совершенно другая, достаточно и дешёвая, абсолютно дешёвая. Главное, чтобы ты ей пользовался, боже, в этом смысл, смысл в действии, а не в том, что у тебя гипер-упер-круто. Через месяц это уже будет не круто, абсолютно. Я вечно гнался за какой-то техникой, улучшением. Блин, не понимал, почему там 5-миллионные каналы, чуваки с 5-миллионными каналами покупают себе камеру, блин, просто в 3 раза дешевле, чем у меня. И делают контент намного качественнее, намного лучше, чем я. И я такой, охренеть, чуваки, как вы это делаете? А мне такой, блин, ну там же функционал какой-то лучше, то есть мне лучше какие-то фишки, проще, то есть это быстрее, я же всё время спешу, быстрее я могу подснять какие-то фрагменты. А что толку в спешке? Что толку, что ты быстрее сделаешь фрагменты, если тебе всё равно отбирать материал. Отбирать материал и всё равно нужно какое-то время, которое ты никак не сократишь, никак не сократишь, если только не делегируя. А делегируя, ты тоже будешь просматривать материал, что-то говорить, правки, неправки, это ещё обычно займёт в 2 раза больше времени, чем 2 кнопки самому нажать. Ну, опять же, смотря какое качество, тут я достаточно грубо говорю, я его трирую, но смотря какой продукт в целом, какие-то вещи один, это как, знаете, игра. Один человек игру не сделает, тут нужна команда, и в этом, наверное, и суть. То есть, обычный блог в моём стиле достаточно одному делать, даже и превьюшки я, в принципе, бы успевал, если бы было побольше желания, и меньше бы за обедом смотрел видосы какие-то непонятные, чем больше бы монтировал в свободное время перед клиентами, между клиентами, монтировал бы свои ролики, либо делал превью. Это не так много, но вот себя заставить это достаточно трудно, это как спорт, знаете, вот заставить себя делать отжимания постоянно каждый день, а не просто валяться на полу, ну, типа, достаточно сложно, не каждый сможет. В этом, наверное, и суть, в этом суть. Мы часто не замечаем возможности, которые нас окружают, а возможности есть, ну, сейчас, на данном этапе моей жизни, колоссальные. И я в какой-то веке начинаю пользоваться этой возможностью, потому что это обалденная память, это будет потрясающе, что вот я сижу сейчас в свой выходной и записываю видео, видео вам. Я буду это долго вспоминать и просто наслаждаться этим моментом. Спасибо, что смотрите, спасибо, что оставляете комментарии. С вами, как всегда, Влад Широков. Вот такие идеи. Не надо спешить, делайте всё рационально, не покупайте товары, которые вам не нужны. Вообще старайтесь не покупать лишние вещи. Покупайте только, что вы носите, чем пользуетесь, и всё. Так будет о цене ваш труд и ваше время, за которое вы, собственно, трудитесь. Потому что жизнь не вечная, что ли.